Гостина. Анатолий Леонидович, приглашаю вас к микрофону, подключайтесь, пожалуйста. Спасибо. Видно, слышно? Да, сейчас я только должен... Можете сами управлять слайдами, пожалуйста. Прекрасно. Он появился сейчас или нет? Вы сейчас на большом экране, вы можете запустить свои слайды. Так, появился, да? Да, вы на большом экране. Уважаемые коллеги, я постараюсь, конечно, не задерживаться. Методика призывания русского как иностранного. Первая кафедра РКИ вообще появилась в 1951 году. И вот с 1951 года началось развитие русского языка как иностранного и его методики. На первых порах методика РКИ использовалась как фактически трансформационная методика преподавания иностранных языков. Вот первое пособие для учителей, для преподавателей русского языка как иностранного вышло в 1965 году. И авторами этого пособия были Александр Александрович Миролюбов, Игорь Владимирович Рахманов, Зоя Михайловна Цветкова, Игорь Михайлович Пасов, Борис Аронович Лапидос, Владимир Дмитриевич Аракин. То есть как раз была попытка трансформировать, адаптировать методику преподавания иностранных языков к методике преподавания РКИ. Сама методика РКИ уже начала развиваться активно в 60-е годы. В 67-м году выходят первые пособия такой методики преподавания русского языка иностранцам по редакции Бархударова. И затем выходят еще ряд пособий. В конце 60-х и 70-х годов начались очень, особенно после первого конгресса Маприал в 69-м году, начались очень активные дискуссии для того, чтобы разработать новые подходы, какие-то оптимальные методы обучения РКИ. И в ряде исследований, которые в то время были, наблюдаются односторонние увлечения аудиовизуальными курсами. И намечается такая тенденция противопоставления коммуникативной направленности обучения, необходимости осмысления структурно-смысловой организации языковых единств. То есть фактически отрицается организующая роль грамматики в обучении речи. Намечается отход от сознательно-практического метода обучения. И вот в разгар этой дискуссии появляется методика под редакцией Алексея Алексеевича Леонтьева. Это уже четвертое издание. Его первое издание появилось в 75-м году, потом в 77-м, 82-м. И вот в 88-м году появилось четвертое издание. Алексей Алексеевич считал, он его написал вместе под его редакцией, участвовали там тоже преподаватели Института русского языка Инна Пушкина. И он считал, что не может быть общепринятых положений в методике. Он считал, что нет таких общепринятых положений. И поэтому авторы этого пособия, в частности Алексей Алексеевич, считали, что общепринятость не может быть существенным критерием при выборе методов обучения, при оценке материалов, которые существуют. Главное, он считал, это единство общей методической концепции, в качестве которой он выделил коммуникативно-деятельностное направление. То есть он считал, что обучать нужно не только коммуникации при помощи языка, но и любой деятельности при помощи этого языка. Когда мы с ним дискутировали, кстати, я его спрашиваю, Алексей Алексеевич, как, а что, коммуникативность это не деятельность? Он говорит, нет, конечно, деятельность, но я имею в виду другое. Вот как раз он мне объяснил, что это обучать коммуникации любой деятельности при помощи этого языка. В данном пособии Алексей Алексеевич определил предмет методики обучения русскому языку как иностранному. То есть он обозначил его как оптимальную систему управления учебным процессом, которая направлена на наиболее эффективное овладение учащимся русским языком. Очень доступное, очень интересное определение предмета, методики. В качестве единицы обучения Алексей Алексеевич предлагал выбрать единство коммуникативной задачи, то есть коммуникативного намерения языковых средств, которые обслуживают это намерение. То есть высказывание как таковое. Мы знаем, что очень много дискуссий было по выборе единицы обучения в иностранных языках. Вот Алексей Алексеевич предложил в качестве такой единицы при обучении РКИ. Подробно рассмотрели авторы под руководством Алексея Алексеевича и коммуникативный метод. Они считали, что процесс обучения не может быть моделью коммуникации, как бы и как и выставляясь. Ефим Израилевич Пасов, например, говорил, да, учебный процесс должен реализовать модель коммуникации, должна отражать те потребности, которыми встретится ученик в жизни. Он не может быть полностью идентичным процессу коммуникации, читал Алексей Алексеевич. Коммуникативность метода, он говорил, что это только подобие процесса обучения, который заключается прежде всего в коммуникативно-мотивированном поведении преподавателей, обучающихся в ходе занятий. Я не буду подробно останавливаться, что подразумевалось, что в коммуникативно-мотивированном поведении. Там очень подробно объясняется. Он включал сюда также предметность процесса коммуникации. То есть он считал, что для предмета коммуникации нужно отобрать прежде всего речевые интенции, темы и ситуации общения. И они обязательно должны отражать практические интересы и потребности учащихся. Вот для РКИ это было очень важно, поскольку в РКИ слушатели выбирали этот язык. И поэтому нужно было адаптироваться именно к их практическим интересам и потребностям. Что они хотят потом после изучения русского языка. В качестве учебно-речевой ситуации Алексей Алексеевич предложил определенный класс случаев внутри речевой деятельности человека. Это совокупность условий, речевых или неречевых, которые необходимы и достаточны для того, чтобы осуществить речевое действие по намеченному нами плану. И учебники, которые потом выходили по РКИ, они как раз и моделировали такие учебно-речевые ситуации. В качестве процесса оптимального обучения языку и в качестве его предмета Алексей Алексеевич выдвинул функциональную грамматику. Вот там я сказал, что дискуссия завязалась о том, что начали противопоставлять коммуникативность сознательности употребления грамматики. Как раз вот в этом пособии Алексей Алексеевич подчеркнул, что грамматика должна быть функциональной. То есть исходить из способа выражения данного содержания, а не с точки зрения тех или иных формальных связок. То есть идти от содержания к форме. И это потом отражалось, естественно, в последующих учебниках РКИ. В оптимальное обучение языку Алексей Алексеевич включал также дифференцированное обучение в связи с различными функциями и видами речи. Очень важный момент. Обучать общению. Алексей Алексеевич говорил о том, что нужно заставлять, конечно, студентов общаться друг с другом и с преподавателем, но не в любой ситуации и в любой цели, а в различных сферах общения. Бытовой, учебной, профессиональной, социальной и культурной. То есть не вообще пообщаться, главное, чтобы говорили, а общаться в конкретных сферах общения. И учебник, соответственно, должен сферы эти моделировать. Естественность обучения, подчеркиваю, Алексей Алексеевич, не в том, что мы полностью посоздаем все его внешние условия, а в создании естественной мотивации. В том, что общение осмысленно реально не внешне, а внутренне. То есть должна внутренняя мотивация осуществляться. И он разделял внешнюю мотивацию и внутреннюю мотивацию. Я не буду подробно на этом останавливаться. Интересную мысль выставил Алексей Алексеевич в этом пособии тоже, что, наверное, целесообразно поставить вопрос о взаимодействии искусства и науки в деятельности преподавателя. Вот тоже дискуссия была, а что такое методика? Это искусство или это наука? А Алексей Алексеевич предлагал подумать о взаимодействии искусства и науки. Это уже было высказано коллеги в 1979 году. Это уже знали. Статья его была в журнале «Русский язык за рубежом». Не обошли вниманием авторы, конечно, системы упражнений, которые подчеркнули, что любое упражнение должно создавать для учащихся проблемную ситуацию и не превращаться в механическую операцию. Вроде бы как бы здесь не открыто Америке, это и условно-речевые упражнения Ефима Израиловича Пасова, коммуникативный подход. Но проблемная ситуация, разработать все упражнения, которые бы моделировали проблемные ситуации, довольно сложная задача. И он говорил, что проблему эту нужно сформулировать так, чтобы в ее решении как раз и достигалась автоматизация и закрепление требований умений и навыков. То есть, другими словами, с помощью этой проблемы и должны формироваться навыки и в последующем умения. Очень интересная мысль. Учебники языка должны писать писатели или переводчики художественных с авторами, с педагогами. Дальше, коллеги, позволю себе длинную цитату, она очень важная. Если мы хотим, чтобы деятельность учащегося заинтересовала его, необходимо строить предлагаемые обстоятельства, чтобы сам учащийся либо реально оказывался в ситуации, когда ему приходится действовать так или иначе, либо осуществлял легкое перенесение на действующие в этих обстоятельствах лицо. Учебный текст должен быть в оптимальном случае построен как литературный текст, обеспечивающий по своему уровню читательское перенесение на их героя. Урок, как часть учебного процесса, должен максимально подчеркивать эти свойства учебного текста, ставить учащуюся по возможности, перед задачей произвести речевое действие вместе с героем или вместо героя. Старые издательства так часто издавали в оригиналах с целью изучения языков классику, детективные, так и ученческие литературы, а последние тоже заставляют действовать в предлагаемых обстоятельствах. Было свое рациональное зерно, и эту практику не худо было бы возобновить. Мы с коллегами попробовали восстановить эту практику и разработали учебный методический комплекс «Могу говорить по-русски» для билингов, вот сейчас для начальной школы, он издан с 1 по 4, продолжаем сейчас для 5, где как раз мы исходили вот из этого постулата Алексея Алексеевича Леонтьева. УМК построен на материале детектива, на основе которого активизируется грамматика, мексика, формируются навыки и развиваются умения студентов. Вот что касается билингов, ну когда Алексей Алексеевич писал это, только начиналась работа с билингвами. Билингвы – это дети российских соотечественников, которые проживают за рубежом. Вот я сказал об этом УМК, который мы использовали для билингов. Когда вот мне приходится проводить вебинары, семинары для учителей, они говорят, а что нужно включить в такой учебник? Какая грамматика должна быть? Конечная цель, а фактически для билингов – два родных языка. Это язык матери и язык отца. Они общаются на двух языках в стране проживания. И вот мы как раз здесь исходили из тоже концепции Алексея Алексеевича, который сказал, что конечная цель обучения грамматики родного языка – умение произвольно оперировать с грамматической структурой речи. То есть ребенок владеет умениями в плане речи, но он не знает, что им владеет. Мы идем от речи к языку, неосознанной операции. И поэтому в школе, в данном случае в школе сейчас существуют школы, русские школы выходного дня, где дети наряду со школой страны проживания посещают русскую школу выходного дня. Так вот он там научится осознавать, что он делает, и следовательно произвольно оперировать своими собственными умениями. И с бессознательным автоматического плана умений приводится в произвольный, намеренный и сознательный. То есть он уже ребенок, который, кстати, замечу, поступает в русскую школу за рубежом, владеет где-то 300-500 слов у него. Но он, речь есть у него, он с матерью говорит на русском языке. Поэтому грамматика, он употребляет автоматически. Школа его переводит на осознательный. То же самое, как в российской школе. Дмитрий Николаевич, я вас не слышу. Я вас не слышу. Я поняла. Я сказала, что я благодарю вас за участие. Я не объявила, что вы являетесь доктором педагогических наук, профессором, руководителем европейских проектов по разработке учебников русского языка, как иностранного для билинглов. И знаю, что вы остаетесь на педагогическую гостиную, и будем рады предоставить вам слово, чтобы услышать от вас еще впечатление, от общения с Алексеем Алексеевичем лично, от работы с ним в лаборатории и так далее. Спасибо огромное.